всем доброе утро с вами крылов александр и прежде чем мы с вами познакомимся давайте узнаем о чем мы сегодня поговорим а поговорим мы сегодня о таком подходе как dev governance и maturity matrix и тема наша будет сегодня внедрение maturity matrix во благо разработки что это с чем его есть мы раскроем по ходу повествования но важно сказать о том что данный концепт отвечает за аудит процессов разработки и всего что с ними связано с разбивкой на определенные блоки но не буду спойлерить и теперь давайте сначала с вами познакомимся зовут меня крылов александр я магистр технических наук также являюсь автором с ведущего подкаста про эти стенды brainstorm автором различных курсов спикером постоянным различных конференций вроде devops conf и high low plus плюс а также все остальное вы видите на экране немного добавлю о себе люблю тяжелую музыку читать фантастику вархаммер и вот это вот все то о чем вы могли еще подумать что ж наше сегодняшнее повествование сложится вокруг следующего сценария поговорим про проблематику поговорим про рнди решения определение дадим maturity matrix что вообще есть по себе это такое с чем его есть далее обсудим этапы внедрения данной матрицы и какие возможны результаты поговорим о проблематике но по факту в той или иной компании будь то интегратор будь то enterprise малый средний бизнес особенно если они делают эти компании в смысле что-то у себя разрабатывают либо сами либо посредством аутсорса им необходимо осуществлять некий аудит с точки зрения понимания насколько у них все хорошо или плохо как по технологиям так и по процессам это может быть продуктовая история это может быть портфель проектов это может быть история связанная с большим количеством систем в enterprise которая может находиться ведомстве devops инженеров и в целом команды сопровождение команды или там не знаю каком-нибудь платформенного инжиниринга и сырье вся эта история подходит и туда и туда при этом важно понимать что проблематика здесь явно не одна и мы перейдем к следующей это то когда нету какого-то конкретного плана или стратегии развития технической архитектуры и процессов разработки с переиспользованием каких-то известных подходов сейф канбан скрам и прочих когда этого в компании нет либо она есть только в зачатке это также звоночек тому чтобы внедрять данный концепт при этом в некоторых ситуациях могут возникать и такие проблемы связанные с непрозрачностью процессов с непониманием того как происходит ценообразование проектов сколько уходит реально денег на разработку новой фичи и так далее данный процесс помогает посмотреть все с разных углов и понять что где можно улучшить для того чтобы ускорить конвейер разработки помочь с ускорением донесения конечной полезности пользователю системы и все что связано вокруг time to market а в том числе безусловно решений может быть много и на рынке также существует большое количество компаний которые занимаются внешним аудитом но на самом деле используя данный фреймворк вы можете осуществить это своими силами и в случае если компания находится например на переходном этапе от стартапа к среднему бизнесу или от среднего бизнеса к интерпрайсу эта история тоже максимально вам поможет в осуществлении данного перехода с целью понимания направления эволюционирования процессов что касается рендер решений важно упомянуть какие они бывают и казалось бы время действовать и мы начинаем это делать какие фреймворки в принципе есть подходы для осуществления и скажем так некой синергии процессов разработки технологий и чтобы это все шло по понятному сценарию есть безусловно дорога по билите сметрика и dora core модель которая относительно недавно выходила новая версия есть даса радары которые в той или иной степени немножко схожи с концептом описанным еще достаточно давно как ребятами из растяньянгов это the ops maturity модель по факту частично ее мы будем использовать помимо этого безусловно стоит упомянуть тот самый dev governance про который мы говорили ранее и еще стоит добавить про классические квадраты гарднера и варианты опросников аудита от гарднера от растяньянгов и например еще вот тех же самых аксенчеров при этом важно понимать что да у есть много подходов да есть компании которые на этом специализируются и аудит их ну в принципе консалтинг вокруг аудита их прямая история заработка денег но при этом не забываем что best practice далеко не всегда равно эффектив practice и то что работает в одном случае без напильника эволюции или здравого смысла не заработает в другом поэтому учитывайте всегда вашу индивидуальность учитывайте практики с учетом среднего по больнице с точки зрения того действительно что вам может быть применимо а что нет какие есть возможности и идеи к реализации но и лучше всего когда есть слияние вот этого всего со здравым смыслом в случае истории которую я сейчас буду повествовать это внедрение данного подхода на примере компании бимейстер старт которого начался в августе 23 года фактически учитывая то что я на одном из предыдущих мест работы также внедрял данную матрицу и этот подход имел успех в части использования несколько лет подряд и мы достаточно большое количество работ сделали для улучшения различного рода систем в том числе внедрили я sea и сиди в те системы и конвейер который казалось бы условно невозможно по крайней мере так говорили изначально заказчики и этот опыт показал что данную матрицу немножко трансформировал можно переиспользовать и данной компания теперь давайте с вами дадим определение тому что же такое мы той maturity matrix фактически я буду говорить определение не из какой-то конкретной практике перечисленной ранее или от каких-то из коллег связанных с консалтингом а личное определение на базе своего опыта фактически это прозрачный процесс который позволяет аудировать и реаудировать продукты или системы компании а также процесса связанные с разработкой с использованием практик гибкой разработки культуры devops различного рода перечисленных ранее мной концептов вроде das a продара или дорого capability matrix современных подходов к автоматизации и инструментов ся и сиди понимая определение давайте пройдемся по сценарию этапов внедрения в нашем случае этапов у нас 11 сейчас я не буду и все зачитывать мы так или иначе все равно полностью по каждому из них сейчас пройдемся где-то чуть глубже будем где-то нет но важно сказать что учитывая регламент времени у наших ограниченной есть набор статей на хабре а также на гитхабе с полным описанием вариантов данной матрицы как для продуктовой истории так и для системного анализа связанным с зоопарком систем находящийся в вашем ведомстве и первым из таких этапов будет сбор списка продуктов мы собираем количество продуктов понимаем у нас один другой продукт или мы случае если у нас процесс разработки идет одинаково мы можем сказать что в целом мы берем практику смотрим на примере одного продукта и либо масштабируем на все остальные либо используем данную практику как ну оцениваем все наши продукты как один особенно если их немного то здесь важно понимать что если продукт у вас там 10 плюс и постоянно идет работа продуктовой фабрики какой-нибудь то безусловно придется оценивать каждый из этих продуктов а если это единый продукт ну и продуктов у вас немного фактически ну это и будет просто избыточно в данном случае после того как мы собрали список продуктов и определились концептом мы определяем ресурсы команды что тоже немаловажно потому что в данном концепте должно быть взаимодействие с тестированием с разработкой и понимание их ресурсов и в том числе старта работ как связанных с аудитом так и после аудита уже конкретные работы для улучшения безусловно ресурсы нужно понимать какие возможно есть нету внутренние внешние возможно придется кого-то нанимать на период работ то есть вариантов много и это важно сделать при этом еще нужно упомянуть несколько ролей такие как например solution архитекторы это аналитики которые тоже по идее могут потребоваться в общем мотайте на ус что это важный этап следующий этап это мутация блогов и методологии поскольку я переиспользую концепт мы просто берем поправку на ветер и корректируем то что применимо для конкретной компании в данном случае например внедрение концепта в компании бимейстер поэтому фактически у нас все плюс минус остается такое же где-то мы что-то корректируем по формулировкам с учетом сферы деятельности компании а где-то мы оставляем как есть может быть немножко срезаем какие-то углы или избыточность с точки зрения различных метрик про которые мы поговорим немножко позднее для того чтобы быстрее внедрить данный концепт и начать аудит какие у нас здесь присутствуют блоки я буду сейчас вернее я не буду сейчас перечислять каждый сап блок который входит в тот или иной блок важно понимать общий концепт все остальное вы и так видите на экране и можете прочитать собственно наши практики связанные с разработкой с тестированием сопровождением и все что может быть связано с сопровождением или внедрением продукта если вы особенно являетесь каким-то интегратором и безусловно история связанная с безопасностью что касается того что может входить в эти блоки эта история связанные с командой с процессами используемые фреймворки технологии какие процессы есть сквозные взаимодействия этих команд как если в случае с продуктами идет история с пресейлом на каких этапах сайла и пресейла продукта подключаются технические специалисты соответственно это здесь все тоже стоит учитывать и если вдруг у вас нет процесса или какой-то не оптимальный процесс скажем так на данном этапе аудита вы это сможете увидеть следующий блок у нас получился мутация глоссария как я сказал ранее те терминология так или иначе может отличаться и то что называется в одной компании по одному может называться по другому в другой компании поэтому мы мутируем глоссарий как бы это не звучало зачем это все нужно нужен единый язык на котором будет общаться все участники команды поэтому терминология важна дальше описание процессов если процессы есть но они нигде не описаны не сформулированы в виде цепочки флоу они должны появиться да это бюрократичная история но особенно если вы переходите на стадии интерпрайса или хотите в интерпрайсе убрать хаос который может присутствовать это намеренная мера которую необходимо осуществить описание инструментов также сюда входят здесь история связана не только с классическим описанием например ся седи конвейера или инфраструктуры но и по сути цепочки архитектуры программно-аппаратная архитектура аппаратная архитектура и все что может быть полезно для диагностики инцидентов для составления стратегии перехода с одного инструмента на другой и так далее ну и безусловно здесь мы закончим методологии то есть что должно быть и чего не должно быть фактически правило игры со всеми участниками цикла разработки собственно примерно может визуально это выглядеть таким образом я сейчас не буду все это зачитывать повторюсь это все присутствует на гитхабе здесь у нас указан пример блока сопровождения саб блока относящийся к инфраструктуре и критериям относящийся к зрелости того или иного уровня которые относятся к данному саблоку сюда может входить все что угодно например отказоустойчивая инфраструктура наличие там какое-то количество отсодов наличие инструментов мониторинга и так далее то есть все это может быть включено сюда как говорится берете смотрите в подсказочку в виде ссылочки на гитхабе которая также будет здесь а далее уже трансформируйте под себя следующий наш этап это согласование количества уровня зрелости здесь можно использовать классическую smmi и в общем то вариантов много чаще всего используются три либо пять уровней бывает 7 10 единственное отличие между ними это просто степень детализации перехода от одного уровня зрелости к другому но мы остановимся на пяти уровнях единственный момент где-то идет прямая нумерация с 1 по 5 уровень а где-то есть условный нулевой уровень когда что-то отсутствует от слова совсем что и мы и будем использовать в данном случае у нас есть нулевой уровень базовый средний продвинутый и максимальный соответствующий той или иной цифрки от 0 до 4 следующий этап у нас это пересмотр первичных метрик почему пересмотр потому что есть уже определенная рыба и мы смотрим что применимо у нас в новой компании конкретному продукту а что мы оставляем как есть и в принципе здесь также добавляется история связанная с визуальной градацией в любом случае первичные аудиты скорее всего будут проводиться без каких-то автоматизированных систем и реальных метрик они появятся в любом случае позднее это нормально в этом нет ничего такого они скорее будут нужны перед стартом каких-то работ чтобы потом понять разницу результатов между было и стало посредством проведения работ чтобы понять что действительно у нас что-то улучшилось например уменьшилось количество багов в спринте увеличилось количество покрытия кода авто тестами ну и в общем то что как говорится душе еще угодно что зачем здесь визуальная составляющая зеленый это степень реализации что это при наличии желтый это переходный период или начало реализации а красный соответственно отсутствие реализации того или иного блока ну и здесь получается что в итоге все это будет выглядеть примерно в таком виде у нас есть уровни зрелости у нас есть блок сабблок некая степень градации в данном случае кодирования полтора и определенные метрики относящиеся к тому или иному блоку в данном случае это процент покрытия модульными тестами и время на сборку при непрорывной интеграции собственно вот какие метрики с которых на мой взгляд плюс-минус стоит начинать а тут как говорится up to you эта история связанная с модульным тестированием ccd с методологии тестирования и связанные с инфрой классическая история которую почему-то далеко не все замеряют сколько нужно для того чтобы подготовить новое например тестовое окружение имея ресурсы не имея ресурсы это важные аспекты которые особенно при отсутствии автоматизации и развертывания какого-нибудь нового контура по кнопочки очень показательно для разработки следующий этап у нас это аудит по согласованным метрикам то есть фактически это тот этап который потребует больше всего затраты ваших нервных клеток потому что сопротивление неизбежно и она будет в любом случае всегда какой-то процент команды не понимает зачем этот аудит и почему именно сейчас и либо они просто не хотят добавлять прозрачности свою работу они сидят смирно на своей пятой точке и в общем то им хорошо а если вдруг добавится работа и работа станет прозрачней что они ничего не делают я думаю мысль можно думать далее поэтому что нам здесь нужно во первых нужно подготовиться и уметь отвечать на вопросы зачем это что это такое и быть готовым к ответам вроде у нас нет ресурсы согласуйте эти самые ресурсы ну в случае с средним или enterprise бизнесом здесь в любом случае потребуется топ-даун решения в случае со стартапами в принципе bottom up approach вполне себе тоже рабочая история но даже если вы являетесь самосвалом несущимся во славу справедливости и сами можете все затащить ну заручиться поддержкой топ-руководство как минимум там вроде сети о если это проводите вы не в лице сети о например темлида девопса или инженеров девопса с проработать концепт и защитить его сети о необходимо поэтому сделайте это ну а далее если появляются сопротивленцы которые по цепочке внедрения не всегда получается скажем так подавить или переманить на свою сторону здесь уже топ-даун в любом случае решение будет необходимо ну и здесь важный момент что сопротивленцев нужно уводить в конструктив с той точки зрения чтобы они не просто критиковали а предлагали какие-то другие альтернативные варианты решения вопроса но если будет только критика то здесь через топ-даун и через руководство собственно выглядеть это может примерно так у нас есть некий старт аудита есть некий продукт его фреймворк какая-то потребность реализация автоматизации так далее есть набор задач и ответственные чаще всего это тем лиды ну а дальше это уже идет спускание конкретным ручкам которые будут осуществлять ту или иную реализацию при этом когда вы провели уже аудит полностью у вас должны быть вехи аудита например ари аудит будет проходить потом раз в год чтобы действительно понимать что цели достигнуты и работы сделаны или не сделаны наоборот и должно быть понимание целевого уровня и самое главное что целевой уровень может оказаться не конечным то есть например у вас четвертый уровень достигнут появляются новые технологии какие-то новые решения четвертый уровень съезжает на 3 а четвертом появляются новые критерии то есть если система гибко развивается фреймворк фреймворки разработки которые в ней используются тоже необходимо следить за тенденциями просто постепенно повышать при этом всегда могут быть и на обратной но обратная история это ограничение системы это стек технологии это вендор локи и так далее и тогда у вас может возникнуть ситуация когда какой-то конкретный уровень может стать максимальным и даже быть не обязательно там четвертым пятым или десятым а там остановиться например на двушке такое тоже бывает и в этом ничего плохого нет это значит мы достигли максимального уровня в общем то ситуации возможно и такие и такие ну и плюс минус а тот вариант со шкалами после аудита и у нас в том числе может выглядеть примерно следующим образом мы провели аудит в августе получили определенный набор оценок то есть каждый team lead своей команды все это осуществил и поняли что в данном случае до следующего среза времени и реаудита мы хотим достигнуть такой уровень например 4 24 году или концу 24 а целевой уровень у нас например там трешка и мы как говорится используя определенные рода инструменты процессы изменения стремимся к этому самому уровню ну и соотносим результаты проведения работ с ожидания реальности что действительно у нас там ускорился pipeline уменьшилось время сборки время диплоя уменьшилась процент неуспешных сборок в конкретных бранчах там например релизных и так далее то есть все вот на данном этапе уже стоит подключать какие-то инструменты снятия метрик ну об этом я также буду говорить не в рамках этого доклада а впоследствии появится на хабре отдельная статья собственно важно понимать что должны быть люди которые вам помогают в одно лицо какое бы вы прекрасный красиво умные замечательные не были вам ну все равно нужна какая-то поддержка как минимум того уровня менеджеров или специалистов на котором вы находитесь ну как и обязательно безусловно топ-менеджмента кто может в этом помочь разработка тестирование архитектура и различного рода лиды направлений это могут быть пио-проджекты ну то есть принципе прежде чем например презентовать концепт тому же самый сети его можно оглядеться провести пилотную встречу с тем чтобы понять кто может стать вашей поддержкой ваш соратник с которыми вы дальше в эту лодку поплывете а с кем придется бодаться после этого мы начинаем планировать и согласовывать работы для того чтобы все это осуществлять нам необходимо понимать какие виды работ их объем в том числе с объемом ресурсов ну и согласовывать сроки и ресурсы на проведение этих самых работ то есть ну здесь безусловно нужно планирование коммитменты без этого у нас ничего не получится поэтому тут можно сказать так вам нужно уметь защищать свою работу особенно если идет финансирование со стороны бизнеса который не имеет никакого отношения к идти в каком-нибудь крупном интерпрайсе ваша задача если вы не умеете говорить найти человека который на понятном бизнесу языке донесет вашу техническую составляющую мысли почему какие ограничения к чему приведут или какие улучшения к чему конкретно приведут для того чтобы вы смогли обосновать например увеличение ресурсов выделяемой на этой работы или допустим у вас полторы коллеги сидит на конкретной системе из разработки и вы этого от этих полторы отщипываете там 0 5 понятно что бизнес будет сопротивляться количество фичей в моменте проведения работ упадет ну то есть все это нужно проговаривать и защищать о чем здесь ну скажем так какие моменты вам могут помочь во первых книжечка technology strategy patterns во вторых нужно проговаривать ограничения и их влияния подготовить слайд-деск описать постановки техники автоматизации процесса на понятном бизнесу языке да я повторяюсь но это важно поэтому я это и делаю далее описываем преимущество таймлайн внедрения что очень важно закладывайте сверху но все равно условный там тот же самый гант или иного рода колбасочки здесь будут не лишними ну а дальше идет собственно согласование ресурсов вариант того как это может выглядеть в таймлайне может быть так это ведение проект инфра работа по ся и по сиди рефакторинг мониторинга ли его создания анализ реализации от и либо в принципе появление различных видов автоматизированного тестирования регрессы смоки там не знаю тот же самое нагрузочное тестирование и так далее документация потому что все что сделано в том числе во время аудита или проведения работ должно быть задокументировано что как бы никогда не бывает лишним ну и передача компетенции ся и сиди в случае если например вы осуществляете какие-то работы посредством подрядчика эти самые компетенции должны быть описаны и переданы например в разработку то есть ну условно вы делаете для какой-то системы автоматизацию под ключ который в дальнейшем сопровождают разработчики и тестировщики а вы все сделали у вас лапки и просто потом привлекать например для консультации или через какое-то время для развития этого инструмента его улучшение и так далее ну и это может выглядеть примерно так что допустим нужны команды разработки тестирования и девопса и у нас данном концепте по одному fte full-time employee то есть один человечек ну условно 8 часов там в день 40 часов неделю вот это вот все то здесь полноценное планирование и вы на те колбаски там условного ганта накладывайте на какое промежуток времени на каком этапе какой специалист какое количество времени будет тратить своего на эту задачу ну и собственно здесь самое интересное предыдущая кампания где данный концепт использовался внедрение заняло почти год здесь полтора месяца далее эти работы безусловно нужно контролировать но и это статусы это уточнение по срокам это контроль работ контроль исполнителей это календари статусные встречи коммитменты в том числе там в тикетной системе допустим в той же самой жире это может быть structure созданный под продукт со сквозным приоритетом сроками назначениями на конкретных людей и так далее и с точки зрения контролирующего органа если это выходит из под девопса они например из под сетево должен быть назначен куратор по конкретным видам работ или на конкретную систему на конкретный продукт ну то есть не все же делать одно это вам умеете делегировать ну а дальше мы делаем реаудит раз квант времени сразу дам подсказку чаще чем раз полгода делать нет смысла как правило если это не стартап такое количество большое изменение которое действительно поменяет картинку за такой период времени вряд ли произойдут особенно если у вас небольшая команда ну имеется ввиду не только в вашем ведомстве в виде девопса но и в том числе разработка тестирование и так далее и они все например уйдут исключительно на продукты ну что ж какой результат мы получаем ну во первых мы реализуем матрицу зрелости продуктов мы ее внедрили мы сформировали точки контроля и временные срезы для осуществления работ и понимания того что мы делаем когда мы делаем как мы это делаем и раз какой период времени ну и самое важное у нас появляется не просто процесс но он увеличивает прозрачность за развитие продукта с точки зрения реальных time material кто что делает в какой квант времени а главное сколько это стоит ну и самое тоже немаловажное что также очень хорошо продавать бизнесу это наш волшебный time to market мы его снижаем путем осуществления различного рода работ поэтому это тоже важно ну и что ж какие у нас здесь итоги есть некий прозрачный процесс контроля развития технологической процессуальной части для всех участников разработки ну цикл разработки соответственно дальше детальные метрики сделласти для бизнеса с пониманием что на что влияет в том числе при появлении нового продукта проекта сколько может стоить его появление и выход в конечного пользователя ну и за счет доп автоматизации у нас допустим разработчик спринт три недели мог делать 10 фичей тот же самый разработчик или та же самая команда с теми же самыми объемами ресурсов может выполнять 20 уже фичей в тот же самый квант времени не меняя людей и так далее то есть это те критерии которые в данном случае у нас тоже достигнуты и это важно потому что это показатель того что работы проведены успешно либо наоборот вы чрезмерную автоматизацию сделаете которая не окупит себя и фактически картинку не поменяет но время будет потеряно поэтому у вас должен быть описан понятный результат оцениваемый и проверяемый либо на основе метрик либо какого-то качественного использования того что что-то улучшилось то есть если у нас результат не проверяем сами понимаете что из этого следует ну и в том числе еще одним из итогов стало повышение чистоты кода уменьшение человеческого фактора за счет дополнительная автоматизация и меньшее количество попадания багов в продакшн и вот уже теперь точно заключение казалось бы да но было ранее это такие моментики которые я сейчас озвучу во первых при внедрении процесса найдите пилот и ваших сторонников то есть не надо сразу особенно если это enterprise подобный подход внедрять и масштабировать сразу на всю компанию это будет невозможно выбирайте конкретную систему конкретный продукт где вы это делаете дальше осуществлять определенного вида работы показывайте результат если все хорошо просто масштабируйте полноценное внедрение при грамотном подходе может занять всего полтора месяца но до проведения каких-то конкретных работ тут все зависит от вас и будете ли вы это делать одни или нет в данном случае именно здесь до того как мне стали давать ресурсы весь первичный аудит делал я один плюс тим лид разработки и тестирование то есть не выделялись в моменте дополнительные руки ну и когда один продукт или одна система или до пяти все это осуществляется быстро с точки зрения масштабирования если зоопарк больше просто планируем либо параллельные ресурсы и асинхронные какие-то работы либо соответственно просто timeline стратегии улучшения увеличиваем и здесь пожалуй что это еще сказать такой немаловажный момент когда у вас большое количество продуктов или систем все-таки должна быть стратегия по их развитию и понимание того что из этого целевое а что не целевое потому что если вы понимаете целевые системы это значит что вне целевые не надо вкладываться и тратить ресурсы так же как и на продукты собственно а на этом у нас все с вами был крылов александр до новых встреч